День с толком Меня зовут Кирилл Политов Здравствуйте В зоне риска Чем грозит обработка заказника лебедины Химическими веществами Загадочное увольнение Одного из претендентов Как в медицинском вузе Готовятся к выборам Первое, второе и компот Какой рацион готовы предложить Детям-аллергикам в дошкольных учреждениях Территория Алтая продолжают Обрабатывать высоко токсичными пестицидами На этот раз под угрозой Государственный природный заказник Лебединый Об этом нам сообщили пчеловоды района Уверяют, что от таких действий Может пострадать флора и фауна Обработка, по их словам, ведется По согласованию с Министерством природы края Всего, как нам рассказали В этой части региона обработано Около 200 гектаров Веществом первого класса опасности В заказнике очень много рек и озер Не исключено, что токсины попадут в воду Ну а это уже угроза для человека Обеспокоенные сельчане обратились В различные инстанции Но ответов пока не получили Природа уничтожается Барсуки исчезли Лис не видно Зайцев тоже нету Уток количество уменьшилось Обращался Россельхознадзор Роспотребнадзор Где в Роспотребнадзоре мне сказали Мы без ведома Прокурор нам дал задание Мы поедем Потом обращался Заявление прокурору Прокурору пока с 9 числа 9 июня Ответы я еще пока Ответы не отгоню Так вот тем временем Только представьте В триллион рублей Оценил ущерб от массовой гибели пчел Президент Национальной ассоциации пчеловодов И переработчиков Альфир Маннапов Накануне в Госдуме Прошло заседание На котором искали пути выхода Из кризиса Участники предложили Разработать закон о пчеловодстве И вернуть Россельхознадзору Полномочия по контролю За производством и оборотом пестицидов Но вот между тем В ряде регионов страны Уже определились с тем Как помочь хозяйствам В частности в Липецкой области Власти дали распоряжение Выделить материальную помощь На восстановление Каждой погибшей пчелой семьи Выплатят по 3,5 тысячи рублей В Алтайском крае По официальным данным Погибло более 4 тысяч пчелой семей В 11 районах Пчеловоды уверяют Что масштаб В разы-то больше Эксперты продолжают Подсчитывать учерп Виктор Томенко дал указание Разработать возможные варианты Поддержки пострадавшим В другой истории пока Без вариантов Хлеб и вода Так, по словам родителей Кормили ребенка В детском саду У мальчика аллергия на молоко А на завтра Как правило Дают молочные каши Как кормят детей аллергиков Есть ли альтернатива И что делать родителям В нашем следующем сюжете Этот пост В социальных сетях Вызвал бурное обсуждение В центре внимания Проблема питания У 4-летнего сына Екатерины Трофимовой Аллергия на молочку Врачи также советуют Ограничить сладкое В детском саду А ее Артем Ходит в 30-й Коррекционный по зрению По словам молодой мамы В положение вошли Но частично Суп давали без сметаны Каши не давали совсем Но сыпь у ребенка Все равно появлялась Я написала заявление В детский сад На имя заведующей В котором указала Нормативные акты Российской Федерации Законы Российской Федерации В результате мне ответили Что мы не можем Вам предоставить Отдельное питание По нормам САМПИНА И предложили Либо сократить День посещения То есть на полдня Либо сменить детский сад На частный Либо сидеть дома С ребенком По словам заместителя Заведующей детского сада С Екатериной Трофимовой Они договорились Что завтракать Артем будет дома Поэтому молочные каши Из ежедневного рациона Ребенка убрали Хлебом объяснили нам Он просто перекусывал Когда приходил Гораздо позже завтрака К согласию стороны В итоге так и не пришли От Екатерины В детском саду Ждут справку От аллерголога Где врач подтвердит Диагноз ребенка А молодая мама Ждет ответ На жалобу Из Роспотребнадзора Артем же продолжает Ходить в детский сад Кушает хорошо Как и все здесь У нас есть родители Которыми мы договариваемся А они докармливают Дома ребенка То есть они и завтрак Могут покормить дома А не прийти в детский сад Обед он получает в комплексе У нас есть еще один ребенок Тоже на молочные продукты Но здесь семья нам идет На уступки И мы с ними можем Тоже договориться И таких детей В любом детском саду немало И у всех Индивидуальные ограничения А условия Одни Готовить отдельно Для аллергиков В детских садах Не могут Приносить еду с собой И разогревать Нельзя по нормам СанПИНА Но выход из ситуации есть Нужно просто прийти Посмотреть меню И определить Что можно ребенку Что нельзя ребенку У нас меню Десятидневное Оно цикличное Можно посмотреть На все 10 дней И определиться С теми продуктами Которые может потреблять ребенок Родительская оплата В детских садах Барнаула Сейчас составляет 1650 рублей в месяц Эти деньги идут На четырехразовое питание Математика несложная Примерно по 20 рублей На прием пищи Поэтому пока единственная Возможность Для детей-аллергиков Не остаться голодными Это умение Их родителей Договариваться С детским садом И подбирать из того Что готовят Оптимальный вариант Дарья Демиллер Николай Шелко Александр Антропов День с толком Барнаульцы организуют Благотворительный концерт В поддержку малыша С тяжелым диагнозом У маленького Амира Имранова Спинальная мышечная атрофия Первого типа В будущем Это прямая угроза Способности двигаться Глотать и дышать Совсем недавно Малыш отпраздновал День рождения Им исполнилось два года Несколько месяцев назад Его родители Объявили сбор помощи Для лечения сложного Генетического заболевания Лекарство Есть препарат Спинраза Оно успешно опробовано За границей Но в России Его покупка Лежит на плечах Семей пациентов По территории Российской Федерации Препарат проходит регистрацию Но этот процесс Очень долгий И я как мать Не могу просто Среди ждать Когда я его зарегистрирую Потому что Болезнь прогрессирует И мой сын Слопеет каждым днем Семья Амира Уже собрала 3 миллиона рублей Но для полного курса Нужно 29 миллионов Родные мальчика Ведут сбор в интернете Страничку малыша Можно найти по хэштегу Живи Амир Ну а 25 июля В Барноле пройдет Благотворительный концерт Всех желающих Ждут на набережной В 7 часов вечера Ну а назначение Этой даты Ждут с нетерпением Уже не первый месяц Выборы Ректора Алтайского Медуниверситета Сорвали все сроки А один из реальных Кандидатов Уволен из вуза Без объяснения причин Предвыборная кампания Еще в одном вузе края Теперь уже в альмаматор Врачей региона идет По непрозрачному сценарию Уверены и преподаватели И студенты Говорят это правда За спиной И шепотом Боятся наказания Руководства действующего В какой атмосфере Вуз готовится К новой странице истории Знает Анастасия Дороган Кафедра психиатрии В шоке А с ней весь медицинский вуз Диагноз выборы Заведующая кафедрой Профессор Доктор наук Ирина Шереметьева В конце июня Перестала ее возглавлять Ученый совет Не одобрил ее кандидатуру 41 против Из 58 Представляете 41 против 13 за И 4 испорченных Ну я испорченные Отношу это люди Которые были Также обрабатывались Ну наверное Совесть им Как бы Приостановилась Как бы Ну решили Что все таки Нельзя так поступать Я отношу Результаты голосования Это только К спланированной акции Она кандидат На пост ректора вуза Это ее вторые выборы На первой шла вместе С Игорем Салданом Ректором действующим Тогда призналась Он сам и попросил ее участвовать Неладное началось В последние годы Когда она Четырежды Переизбиралась На заведующую кафедрой Срок трудового договора Обычно пятилетний У нее составлял Два года А в последний раз Вообще Девять месяцев Официальный ответ вуза Звучит так По итогам голосования Кандидат Шереметьева Не набрала нужного количества голосов Членов ученого совета ОГМУ И не была избрана На должность Заведующей кафедрой Причиной увольнения Является Истечение трудового договора Увольнение Шереметьевой Это фатальная ошибка Вот это От страха Иван Назовем его так Выступает От лица Всех недовольных Политикой Руководства университета За пять лет Говорит ОГМУ Выпал из рейтинга Сотни лучших вузов Ушли десятки преподавателей В том числе Именитые профессора По словам Ивана Не сдержал ректора Обещаний Строительство Нового общежития С нуля Где будут Ну скажем Где условия будут Еще более лучшими Чем на Крупской То есть Дух Местное проживание И так далее Вот И так далее Строительство Вивария Из всего этого Он построил Новую мусорку Которая находится На Крупском Там где должен По иронии Располагаться Наш бассейн А кроме того Вокруг вуза То и дело Вспыхивают скандалы Например Аспирант Павел Трегуб Ушел после высказываний В соцсети О задержках стипендий Его руководитель Завкафедры Патофизиологии Владимир Куликов Заявлял об уничтожении Науки в университете А профессор Борис Пивень Сравнивал вуз С заведением Казарменного типа Сейчас он работает В Алтгу После сюжетов На эту тему Студентов Критиковавших Руководство Вызывали Иван И сейчас Говорит анонимно Связаться с преподавателями И кандидатами На пост ректора Пояснили вузе Пока не представляется Возможным Все в отпуске Нужно менять Тот климат Психологический И те подходы И отношения К кадрам И коллективу То что есть На сегодня Это и есть Главная идея Предвыборной Компании Шереметьевой Несмотря ни на что Она продолжает Быть кандидатом На должность Ректора Медуниверситета И как бы Соответствие ее Обязательным требованиям Было по инициативе Медуниверситета Проверено Оргами Также прокуратуры Нарушений По ее документам И квалификации Образования Выявлено не было Адвокат Адвокат Ждет ответ От госинспекции Труда И прокуратуры Чтобы проверить Законность Не продления Трудовых отношений Шереметьевой А в УЗИ отмечает Претендовать На должность Ректора Может любой Кандидат В том числе И не работающий В ГМО Дата выборов По-прежнему Неизвестна 112 человек Получили травмы И двое погибли Это статистика Жертв автомобильных аварий С участием Общественного транспорта Только за последние полгода Водители Барнольских автобусов Чаще всего Фигурируют В сводках полицейских Как нарушители Правил дорожного движения Поэтому инспекторы ГИБДД Проводят постоянные проверки В которых выявляют Вот тех самых нарушителей Ежедневно у нас На постоянном контроле Водители Автобусов Потому что Совершает Много нарушений Правил И дорожно-транспортных Происшествий За 6 месяцев На дорогах Города Барнаула Произошло 85 дорожно-транспортных Происшествий С участием Пассажира Перевозящего транспорта Выехать на встречную Повернуть Не с той полосы Ехать С открытыми дверьми Это все Про барнаульский Общественный транспорт Как это нам знакомо Еженедельно Инспекторы дорожной службы Выявляют около 60 нарушений Правил дорожного движения Водителями Барнаульских экспрессов Но вот кроме того Еженедельно Проводятся проверки Междугородних И международных Автобусов 1 миллиард 200 миллионов Рублей потратят В этом году На теплосети Сибирская генерирующая Компания До сентября Заменит более 30 километров Труп Это беспрецедентные Объемы Чтобы обозначить Масштаб работ В прошлом году На 13 километров Труп Потрачено Около 300 миллионов Жители Барнаула Резонно Отмечают Трубы на проспекте Калинина Ремонтируют Каждый год Но теперь обещают Раз и на 30 лет Именно столько Прослужит новая Теплосеть У старый Износ 95% Меняет сразу 350 метров И так по всему городу Этим летом Наконец Заменят нормативные 3% Теплосети В планах По городу Барнаулу Под замену 30 километров Сетей 10 уже Выполнено Это более 30% Поэтому Я думаю 1 сентября Уже металл Будет полностью Закончен Пока все В графике С каждым годом Количество повреждений На сетях Только растет За 2018 год Их было более Тысячи Это на 7% Больше Чем в 2017 Одно из самых Масштабных Повреждений Труба На водопроводной Сейчас ее меняют На новую Зиму В 30-ти градусный Мороз С порывом Боролись Больше суток Без отопления Осталось 12 тысяч Человек Сейчас Здесь завершают Монтаж Новой теплосети Изоляционный материал Здесь была Минвата Сейчас ППМ Изоляция То есть Это изоляция Которая не разрушается Она Твердая То есть По ней ходить Можно ее Можно бить Для того Чтобы снести Топором Работы ведут Во всех районах Барнаул На 51-м участке Заменяют Самые изношенные трубы Для этого Иногда приходится Вскрывать асфальт И ограничивать Подачу горячей воды Если резервная схема Не была предусмотрена Но это Временные трудности За которые Энергетики Приносят извинения Сейчас их главная цель Сделать так Чтобы зимой Не нужно было Беспокоиться О качестве И надежности Теплоснабжения Сотен тысяч барнаульцев Тариды Миллер Александр Антропов День с толком А пока В крае дожди И продлятся они До конца Следующей недели Температура При этом Будет держаться Около 23 градусов Сегодня В Кривой столице Из-за затяжных осадков В лужу Провалилась машина Но вот эти кадры Которые сейчас Вы видите Не на экране Размещены На паблике Инцидент Барнаул ЧП произошло В индустриальном районе Напомним Машины В барнаульские ямы Проваливались Не раз Мы это все помним В этом случае Жители с юмором Сравнили картину С метро Во Франкфурте Выразив предположение Что быть может Именно в этом месте Вход и в барнаульскую Подземку Да Очень похоже Какой будет погода В ближайшие дни Узнайте через несколько секунд Спонсор прогноза погоды Компания Валар У меня к этому часу Все новости Итоги дня До встречи